по какой причине он научил меня любить себя и уважать однозначно после него я понял что так нельзя надо к себе по-другому относиться и с изменением отношения к себе изменилось тоже понимаешь к лучшему моя жизнь чтобы ты какой-то совет молодым людям которые вступают в жизнь такой со своей точки девочкам свои точки зрения помочь им в этой жизни как-то пробиться или самореализовать девочкам всем девочкам вообще желаю не зацикливаться на семейной жизни не считать что их предназначение только стать матерью и там женой желаю реализоваться потому что вы знаете как как вам объяснить то что развиваться нужно во всех направлениях не надо выбирать никогда одно понимаешь надо стараться успевать все и это и это и это моя семья не страдает от этого муж говорит что я лагерна я всегда его встречаю такого нету чтобы он мне чего-то не рассказал я такой друг она и закрою любую ты понял и лучше остановлю нас какой в горячую избу войду и он это знает прекрасно что я закрою все вопросы он может на меня положиться полностью вообще ты понял я такая взрослая девочка я могу и по башке дать если надо ты понял если ситуация того требует но женщина становится неинтересно мужчине если она занимается только домом и семьей это неизбежно то есть вот когда у нее есть еще что-то не обязательно это должна быть работа в том смысле ты понял для зарабатывания денег это может быть какое-то увлечение ты понимаешь да но человек от занятия семьей и детьми долгое время он не развивается ну то есть подруги для меня например 15 лет сидения дома это катастрофа валя это вообще это трое становится неинтересно нет это не просто для мужей неинтересно это неинтересно для всех остальных даже ты понял но у меня даже дружба сошла со мной именно нет ну потому что ну что ты о чем звоните поставила ли на клизму сегодня ребенку своему или ещё что-то все больше нечем говорить они от сидения дома ты понял видимо все время ну как бы лень она захватывает ты понял да она все заворачивает заваришь перестает интересоваться всем не интересует знаешь казалось бы там есть свободное время я там у меня полчаса свободных я там или книжку прочитала или газету прочитала или куда-то там заглянула с кем-то поговорила ну то есть я не могу мне все время движение в жизни Мне надо все время эту информацию, ты понял, я увлекаюсь очень музыкой серьезно, знаешь, ну, я в этом отношении продвину, это одно из увлечений, там, чтение, другое, там, увлечение, ну, то есть, они сидят дома, я тебе рассказываю, вот они, там, ребенка покормила, она в садик отвела, все, она либо спит, либо сидит, втыкает в телевизор, все, ну, все так, я не знаю, почему так происходит, но человек, видимо, такая ленивая скотина, ты понял, когда есть повод для лени, он ленится, а потом все больше, 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 то есть, для меня, например, чего бы я всем желала, и мальчикам, и девочкам, трудолюбие, да, заставляйте себя, боритесь со своей ленью, понимаете, нельзя себя, вот, только внутренняя дисциплина поможет выжить реально, понимаешь, тем более сегодня, ты же знаешь, всем, всем очень настоятельно девушкам здесь рекомендую стать наблюдателями по жизни, знаешь, да, что для меня это означает, смотрите, наблюдайте, что происходит, делайте выводы из этого, смотрите за людьми, вот они говорят, как, вот я встречаю мужчину, не могу в нем разобраться, я говорю, неправда, ты просто начни за ним наблюдать подробнее, и если ты умеешь анализировать, то ты очень быстро поймешь, что это за человек, точно так же, как для вас, знаешь, каждое слово, каждое движение человека, его действия, его рассказ какой-то о прошлом, очень о многом о нем говорит, если проанализировать это реально, понимаешь, а тем более, когда есть жизненный опыт, то это легко сделать, я, мне человек достаточно, но у меня еще такая работа, я же, ты понимаешь, почти психолог, ну да, да, через меня проходят десятки людей каждый день, и мне под них надо подстраиваться, чтобы они были довольны, им со мной должно быть комфортно, ты понимаешь, да? Ты не только врач должен быть не только психологом, но еще и философом. Да, и поэтому, я вот, человек заходит, я уже знаю примерно, что меня с ним ждет, веришь? Я понимаю. Да, я уже его вижу как-то сразу, да? Нет, девочки часто, знаешь, прибудет своих мальчиков, говорит, Лена, посмотри, знаешь, я смотрю, а мне не нравится, или там, ну, ничего, давай посмотрим дальше, говорю. А были случаи, вот знаешь, вот был случай, мы даже почти наскор, Сашка, когда это привела, своего бывшего мужа тогда, Лена говорит, ну как тебе, я говорю, не, не нравится, она говорит, что не нравится, он такой тихий, спокойный, а я тихий, спокойный, вообще не люблю такую, для меня это наоборот, да, первое противопоказание, а если мальчик для меня пишет стихи, это все, это конец уже, я уже сразу разворачиваюсь, иду в другую сторону, я тебе рассказываю, есть одна примета на этот счет, вот, и она вышла замуж, знаешь, я так некрасиво с ней поступил, тоже бросил вообще, и мы так сидим уже спустя три года, я говорю, ну что, она говорит, блин, да, не послушалась, она на меня тогда так обиделась, знаешь, ну, что я, ну, ты же понимаешь, я со своей любовью к правде, она подходит ко мне, говорит, нравится, ну я поворачиваю, говорю, нет, не нравится, знаешь, она так, знаешь, ей так стало неприятно, потому что любой бы другой на моем месте сказал бы, ну да, ну ничего, знаешь, а я так сразу раз, нет, не нравится, потом три года спустя сидим на кухне, Здесь она говорит, блин, вот это не послуживает. Потому что вот такие вот дела. Все, не буду задерживать, потому что это какие-то дела. Спасибо большое. Если вам чего-то не хватит для нарезки, свистните мне. Спасибо. Я вас развлекла чуть-чуть. И люблю поболтать после работы, потому что на работе слегка.